всем доброго утра у нас утро очень доброе небо голубое солнце светит на термометре плюс 13 градусов не знаю какой там ветра почти нет вообще деревья не колышатся хочу я сегодня сходить прогуляться в парк ну а на завтрак у меня сегодня кулич с маслом омлет из двух яиц и какао вот такой вот сегодня у меня будет завтрак мне приятного аппетита и всем кто за столом какой дедушка идет я сейчас отправила посылку и дом парк на улице замечательная погода тепло очень тепло небо вообще голубое-голубое красота на почте никого не было сразу пришла оформила я посылку дома уже дуванчики у нас тут цветут на обочинах отправила посылку без проблем сейчас схожу в парк просто пройдусь по улицам сегодня не хочу найти в лес хочу гулять по городу ветра нет можно и по городу погулять чайки у нас так на море живем чайки летают смотрите на этих американских клёнах какие сережки уже распушились если видно конечно далековато с пойду от дорог подальше за домами там уже выйду напрямую до парка доведу свернула в частный сектор прохожу по мимо этого дома все время любую там замок какой-то старинный такое чувство даже не замок как рыцарский какой-то это как будто там какой-то рыцарь иду конечно тут тоже машины ездит ну поменьше можно было конечно там за за пятиэтажками пройти а потом пришлось бы вдоль центральной дороги я решила сюда спуститься вниз пройтись по частному сектору зимой я вас здесь водила кто не смотрел кто не видел вот такой вот из частный сектор дома разные есть хорошие дома есть такие вот здесь не сады здесь прям просто частный сектор а там вот пятиэтажки уже начинается такой микрорайон сажают крокусы растут там уже цветут там тоже вот дзержинского улица и вот здесь вот такие вот сколько их четыре наверно улицы что ли параллельно идут друг другу в частный сектор в общем они и в стороне и в людях то же время в черте города и в частных домах живут некоторых какая чистота здесь собираются что-то ремонтировать дом наверное здесь вон какой дом огромный вон какой дом блочный отгрохали но его видите углубили туда потому что подальше от дороги раньше же машин меньше было да все дома как-то вдоль дорог строили сейчас машин сколько здесь какая-то прям ремонтная мастерская здесь он какой улица вородина доминан грохали вот дошла я до храма сейчас перехожу здесь кстати перехода и нет переход там дальше внешне хочется туда идти я лучше здесь подожду это надо дорогу перейти а потом это самое сейчас я быстренько перебегут все здесь так это перебегают считаю что переход не на месте хотя там же вот дорога переход здесь дорога перехода нет как раз тут к парку посмотрим что здесь 23 апреля одинокая насмешница самые яркие образы самые острые ее шутки самые меткие ее афоризмы самые трагические моменты ее судьбы Фаина Роменская смешная и грустная история в двух частях Алевтина Добрынина Александр Пашутин Ольга Хохлова Анастасия Добрынина Татьяна Балуева вот так что какие то тут у нас развлечения есть Лукинский так так какого то 27 апреля вызов первый фильм снятый в космосе с 20 апреля и живая музыка 23 апреля показываю не показываю вроде бы это отчетный концепт в двух отделениях народный духовой оркестр и народный ансамбль гармонистов кто в Заволжье живет кто хочет вот это афиша Заволжье ну и вот тут улица Держинского я проспект вернее Держинского и я иду продвигаюсь к парку вот так вот вот иду мимо такой речки срачки как говорится вот так все это замусорено загажено ничего не очищается а там же вот как бы сточная вода должна там все засорено вот видите как здесь ничего здесь вот даже и дворники не метут не хотелось портить свое видео этими кадрами но шла и там вот уже не стала снимать столько мусора навалено ничего не убрано это в частном секторе в конце улицы это просто кошмар и вот здесь это же все надо вычищать а конечно когда появится зелень трава все это закроют и вроде бы опять опять как-то все ничего а так вот прям смотреть на это грустно грустно крапива пробивается здесь вот что-то даже вот на площадке все еще листья может к майским праздникам уберутся вдоль домов убрано кто-то с первых этажей тут убирается клумбы свои разбивает дворниками тут у подъездов вдоль домов а вот так вот везде грязь ужасная вот собачонка лежит одинокой вот пока нет зелени все как-то уныло все уныло вот это вот речушка здесь обычно утки плавают сейчас по-моему их нет ну конечно все люди наши стараются все загадить бутылки кругом валяются ну вот здесь вот ну вот вы знаете конечно везде все бросают были вот мы в Израиле например да там знаете как грязно все вот это вот кидают ну потом убирают ну хотя вот мы в Хайфе были там такой город промышленный тоже грязи полно в курортных таких туристических городах наверное чисто но вот таких вот тоже то же самое за границей не только то у нас все это грязь но все равно как-то хочется чтобы приводили все в порядок и люди вот люди да раньше помню мусорниц у нас нет была проблема сейчас и мусорные ящики и вон урны кругом ну выброси ты в эту урну ну нет почему-то почему-то сложно человеку донести до мусорного ящика вот это меня все время поражает просто он здесь дворник метет во всю парк парк убирает сейчас пройдем вот здесь у нас арк здесь тоже такой как мини-лесочек я просто так вот досюда дошла пройтись конечно летом тоже здесь хорошо травка я как-то летом здесь снимала зеленые веточки зеленые деревья дворник вот начал убираться не знаю будет ли он здесь внести тропинки но асфальтированный он выметает а так вот парк в общем в Заволжье тоже заброшен как было там с советских времен вот это все 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 вот в запустении конечно вот там построили этот амфитеатр мы ходили вот тут когда масленица была вот а эти машинки тут были какие-то аттракционы были все это ничего этого нет аттракционы там только вот ну даже не аттракционы а детская площадка которая которая здесь появилась благодаря Наталье по-моему ее зовут Наталье Наталье Водяновой на ее средства сделана эта площадка детская потом покажу кто не видел хорошая площадка вот Водянова она же сама Нижегородка она на автозаводе жила ну и вот и в Заволжье благодаря ей появилась детская площадка а так вот знаете то ли денег нет власти то ли уплывают они куда-то не туда вот так вот так в общем прогуляюсь я сегодня здесь по лесочку птички поют там вот дачи сады так что тут частный сектор этот частный сектор уходит туда вот куда мы на озеро ездим не на лесной а еще там озеро есть еще одно озеро есть там летом туда ездили купаться насчет насчет вот этого что здесь здесь два озера и ну и кто-то ездит на Горьковское море там можно там купаться тоже недалеко в общем водоемы здесь есть можно там где-то отдохнуть искупаться время свое провести здесь тоже очень так уютненько в общем уголки такие природы нас спасают от пыли от грязи вот так птички распевают вот так вот сейчас пройду туда наверное сейчас вот так по кругу что ли пройду и выйду к тем воротам может коктейльчик взять но они с 12 по-моему и сейчас работают они или нет наверное еще нет потому что еще апрель может быть может быть ну хотя зимой работают может они в какие-то праздники работают в общем посмотрим время-то еще мало в общем нет дошла я до туда на меня сел на какого-то жука хотела руку в карман засунуть какой-то жук на мне сидит хорошо что не укусил меня запарить в общем пошла обратно по той же тропе там как-то еще листья видно никто и не ходил я не пойду сосна какая прям то ли сломала ее сейчас покажу видите какая иду обратно по этой тропинке погуляю похожу и пойду обратно домой зайти надо наверное в магазин кое-что купить да муж сегодня звонил ну созванивались мы с ним по по ватсапу вот все говорит хорошо все нормально ну как раз он с завтрака шел обход был врач приходил ну сказал скорее всего в понедельник выпишут его я говорю надо приехать еще что-то да нет ничего не надо все у меня есть кормить здесь вроде бы как нормально фрукты я ему так орешки туда-сюда привезла побаловаться ну там видимо можно даже воду купить сейчас он может он даже ходил там на этаж ниже по лестнице я говорю ты уже лишним ты не перенепрягайся а то мало ли чего не отхожу все хорошо стало почки заработали нормально то есть жидкость которую он в себя поглощает и которая выводится почти нормально все нормально вот вот что еще то да меня спрашивают тут как стентирование и шунтирование это одно и то же или нет ну да я ответил что нет конечно шунтирование более такая операция ее это полостная операция когда вскрывается грудная клетка иногда делают на работающем сердце но вообще делают на неработающем сердце то есть весь организм отключается и вот двое суток человек лежит там не ест не пьет вот и ему заменили по-моему он сказал пять вот этих клапанов артерии или вот врать не буду как это правильно называется ну то есть по количеству пять вот у всех операция разная по времени происходит смотря какое количество там вот замена происходит этих артерий у кого-то три часа у кого-то пять часов всех по-разному так что врач сказал у нас не было здесь смертельных случаев в нашем кардиоцентре хорошо может он вас успокаивает не скажет же он вам там да это не очень слышать приятно когда ты собираешься делать операцию ну слава богу все нормально вот будут еще делать УЗИ конечно посмотрят как там что ориентировочно в понедельник за ним поеду говорю машину там нужно или старшая медсестра или зав отделением должны позвонить на пост там и чтобы ой птичка такая красивая надо еще камеру переключать спинка коричневая такая лесная птичка бегает по земле он говорит не надо никакую машину я сам дойду не торопись я тебя там подожду сумки у меня будут легкие я же что там понесу в общем говорит не надо там припаркуйся и дойдем я еще тут немножко похожу подышу и ты приедешь ну вот так вон она там бегает видно не видно а да видно такая интересная птичка но ближе уже не подойдешь голова какая-то серенькая спинка коричневая где она вот так побежала побежала туда вот 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 не знаю птичка в лесу я такие птицы таких птиц видела вот где она потеряла потеряла вот еще одна там бегает сейчас поближе подойду вон она вон она такая интересная вообще как-то по-другому бегает это она может тонкой больная как-то она скачет интересно Тараса улетела и бегала по-другому а это полетит она или не полетит она должна полететь а нет вроде бы сейчас нормально уже бегает может она эту птичку завлекала как будто какой-то у нее горд был на спине какая-то она была нахохленная сейчас нет сейчас нормально вскачет это наверное у них какой-нибудь завлекательный танец самку завлекает наверное иду иду за ней она от меня близко не подпускает ну вот здесь такие скамеечки есть из бревен сделаны и вот это вот советских времен здесь были машинки машинки сейчас здесь просто вот так вот стоит и не сносят и ничего не делают так вот и все в таком виде здесь все прожавело такой парк парк в общем-то так я бы не сказала что прям очень большой но для такого города нормальный парк можно было бы вот здесь что-то сделать но нет вот видите ракеты планеты как из кинофильма Кинзадзад Ку мне вот это вот место напоминает вот видите здесь тоже такое сооружение страшное качельки такие все вот там дом культуры дворец дворец культуры там этот стадион стадион красивый бассейн каток все вот здесь находится стрелковый тир был сейчас он тоже не работает ну а вот этот амфитеатр это вот сзаду сзаду там все хорошо это уже новая постройка ну то ли была эта постройка может быть отремонтирована я уже не помню на этом месте вроде бы что-то было просто привели все порядок здесь и концерты там праздники проходят здесь должна быть клумба что-то там уже сходит цветочки вот так дворник здесь вымел листья конечно нет а вот из дорожек то все убрал ну и вот там вот направо сейчас детская площадка будет тут амфитеатр обходим по кругу там где была масленица это в той стороне перед амфитеатром за дворцом культуры там такая площадь и ледяные фигуры там делали вообще шашлыки там были все на лошадках здесь вот катались ну здесь вот детской площадке всегда ослик там лошадь всегда стоит выходные дни конечно сейчас-то нет вот вот здесь тоже вон все повалено тоже здесь вот был амфитеатр ну сейчас просто ничего не убрали ну так там опасно даже ходить там эта крыша накренилась а там что-то дети же они везде лазят там так это все опасно вот ну вот там эта детская площадка вот эта площадь где были все эти праздники проходят ну и вот там этот амфитеатр кто меня смотрит уже все это видели мы тут на масленицу ходили сюда здесь на этой площади все и происходило вот ну конечно здесь сейчас все все закрыто концерты проходят здесь вот тогда хотела я на ой господи как уж я круг приезжала как она Ирина Ирина круг вот спрашиваю где будет концерт ну вообще был он или нет я даже не в курсе потому что в те дни дождь был и сказали здесь и билет наверное тысяча шесть что ли стоил он говорит если я был бы в зале зал-то же не очень большой представляете сколько бы нам надо сделать стоимость билета да и здесь не дешево для такого для такого амфитеатра сидеть на скамеечках под открытым небом нет меня это как-то не привлекает вот ну и вот здесь такой вот городок спасибо Наталье Водяной которая это все это все заволжанам подарила такой вот все там такое покрытие мягкое все красота сейчас зайдем я вам покажу ну вот так вот так вот выглядит этот городок ну вот здесь вот эти коктейли сейчас закрыто вообще в 12 может быть и откроют но пока все закрыто дворец скульптуры заволжский это вот парк в общем ползаволжим можно пешком обойти а может и все и вот туда если прямо идти в центр заволжья выйдешь к памятнику Ленина там куда я в стоматологию ездила это улица Мичурина а там по-моему мира а может и Мичурина может я не знаю вот дворец тоже видите лепнина все оно все так уже отшелушивается гели здесь такие красивые этот парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина вот ему памятник вот здесь вход в ДК где мы тут на Масленице дегустацией занимались 7 по 18 что-то там выставка Горьковская область в годы Великой Отечественной войны фестиваль эстрадной песни надо туда подойти а 22 апреля авантюристка Оксана Старшенко Олег Стефанько Авантюристка или Как найти мужа Искрометная комедия Тоже видите тут У нас сегодня какое апрель это Сегодня у нас 19 У нас сегодня среда В субботу значит 22 у нас будет А это 7 апреля по 18 мая выставка Горьковская область годы Великой Отечественной войны Кому интересно смотрите афиши 20 апреля то есть завтра весенняя копель районный фестиваль эстрадного пения для детей дошкольного возраста и детей дошкольного возраста ну и вот это мы там видели уже отчетный концерт и одинокая насмешница вот ну и вот эта вот улица видите она идет так и в центр до центра города доходит тут в общем-то недалеко идти ну минут 5-10 ну и там вот эти вот бассейны стадионы в той стороне ну все пойду я обратно тут тоже дом какой красивый на выходе из парка на улице стало очень жарко я уже расстегнулась но это не помогает вроде бы в тени так ветерочек вдувает и ничего а тут ветра даже не было очень жарко лето а сейчас хочу зайти по пути фикс прайс может быть что-то там интересненькое есть походила я по фикс прайсу быстренько так прошла ничего там нет вроде бы много что есть но нового ничего и так ничего интересного девочки прошла и вышла все я уже дома переоделась выпила стакан воды очень жарко на улице туда я шла даже у меня ветровка была застегнутая как-то прям было комфортно хорошо на улице прям замечательно обратно шла уже все невозможно идти голову мне напекло аж туда шла уже вроде бы и голова у меня прошла как-то утром у меня аж сегодня голова побали вот обратно все жарище я не знаю сколько сейчас градусов здесь конечно вот нагрелся от солнца термометр трудно сказать сколько наверное градус 18 точно есть у меня такое чувство я уже и расстегнулась и все и как взошла в наш продукт в магазин у меня была мечта купить пирог с рисом с яйцом вы знаете вот хочу пирога с рисом с яйцом и все вот никакого-то другого а там наш продукт кавернинский магазин по-моему называется я его только княгинский то кавернинский честно говоря по-моему кавернинский наш продукт и купила там конечно пирог пирог у них пироги вкусные вот правда какой-то бледненький я люблю поджаристый я его сейчас на сливочном на сливочном масле разогрею будет хрустящий и купила я вологодского молока ну правда так до какого до 27 числа вот третьего ну срок годности такой-то продолжительный она говорит у нас молочные от пятницы а сегодня среда думаю ну вот городецкого там не было но и мне хотелось молоко взять поменьше жирность ну в общем взяла два с половиной вологодское молоко волокжанка вот вологодское продукты очень хорошая молочная масло посмотрел вологодское 200 с чем-то рублей маленькой пачкой так ну на тут продукт девочки и купила я себе вот такой вот сырок ванильный тоже вологодский завтра на кулич не маслом а сырочком помажь тоже вкусно будет вот в этом отделе же там вот отдел там и печенье ручную работ ну вот такой вот пирожные какие-то и хлеб и пироги наверное из городца это привозит в общем купила халво халво там все в одном отделе и купила ржаной хлеб вот такой вот маленькую буханочку вот вот вкусно пахнет вроде бы я есть не хочу так так все вкусно пахнет ой и сейчас вот ну время еще без 20 час где-то часа в два около двух я буду обедать поем супчика суп на неделю буду есть салатик у меня еще там остался вчерашнего дня и буду молоко и половинку пирожка конечно целые уже я не съем кстати сегодня вспомнила взвесилась ну аппетит то ко мне вернулся я сначала вот как-то без мужа не ела ну мало ела за делами за всем тут ну а потом как-то я вот от него приехала и я вот этот день как-то хорошо так поела ну не то что у меня обед и ужин как обычно не вот я целый день сидела и хомячила чего-то нет конечно ну так вот с аппетитом я поела то есть немножко успокоилась у меня все вот и вчера так я все ну аппетит вернулся но все равно конечно я ем меньше чем например с ним и взвесила 73 килограмма я вешу ну это же я вот не совсем раздетая я же в одежде ну в домашней домашней одежде да еще телефон в руках держу вот считается сколько вес телефон я же там программу нажимаю смотрю это самое там все ну 73 килограмма ладно мне в общем-то это не важно вот это муж захотел эти весы а так вот мне просто интересно сколько я там немножко-то похудела ну да сколько я была я перед праздниками как-то поправилась до праздников я весила 68 килограмм потом так это я набрала в эти то дни рождения то новый год в общем какие-то все праздники и все такие калорийные блюда да вот и наела ну сейчас потом я 73 даже 700 вроде бы весила ну вот сейчас ровно 73 как-то так у меня тут колеблется немножко вот такие вот дела ну все вот так мы сегодня с вами прогулялись спасибо кто был со мной кто поставил лайк кто написал комментарий добрый и до следующих видео всем всего хорошего